Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Все дети любят динозавров. Их размеры, облик, разнообразие форм позволяют легко сравнивать этих доисторических монстров с супергероями из комиксов и фильмов. Но в современном мире не так уж много настоящих монстров, поэтому приходится довольствоваться тем, что осталось от доисторической фауны. Например, как наш сегодняшний гость. Встречайте гребнистого крокодила. Крупная, современная, присмыкающаяся, относящаяся к семейству настоящих крокодилов отряда крокодилов. А свое название он получил, благодаря наличию гребней в области глазных яблок. Гребнистый крокодил — это крупнейший из современных крокодилов. В настоящее время самцы гребнистых крокодилов могут достигать 6 метров и даже больше. Достоверный пример — крокодил по кличке Яй, живущий в одной из крокодиловых ферм в Таиланде. В 2000 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший крокодил, живущий в неволе. Его длина тогда составляла 6 метров, а вес достигал 1 тонну и 200 килограммов. Впоследствии он немного вырос, но крокодилы активно растут только в молодом возрасте. В дальнейшем их рост замедляется. Скорее всего, до середины 20 века гигантские гребнистые крокодилы встречались намного чаще, но голые обезьяны начали массово охотиться на этих рептилий, в результате чего наиболее крупных особей истребили. А ведь, чтобы достигнуть крупных размеров, крокодилу нужна, во-первых, достаточная кормовая база, и во-вторых, много лет жизни. Однако до сих пор крупнее этого хищника в мире остались лишь морские монстры, например, зубатые киты, косатки и кошелоты. Грибнистый крокодил встречается от северных берегов Австралии до побережья Юго-Восточной Азии. Этот крокодил часто встречается в морских водах, за что его иногда называют морским. Это единственный вид крокодилов, заплывающий далеко в океан. Его наблюдали в сотнях километров от берега. Кстати, на его языке расположены соляные железы. Они-то и позволяют ему эффективно выводить избыток соли из организма, и позволяют долго находиться в морской воде. Кстати, именно там, в океане, он может встретиться с акулой или косаткой. Реальные случаи таких схваток были зафиксированы неоднократно. Однако обычно грибнистые крокодилы держатся на морских побережьях, неподалеку от устьев рек, либо в заливах или мангровых болотах. Во время сезона размножения они перемещаются в пресноводные водоемы. Причем более слабые особи, не способные занять и защитить территорию, вытесняются к морю. Грибнистый крокодил находится на вершине пищевой цепи и атакует порой животных очень крупных размеров. Если новорожденные и молодые особи питаются земноводными рыбами, ракообразными и другими мелкими животными, то взрослый самец способен убить буйвола. Крокодилы могут охотиться на всех животных, оказавшихся у воды – кенгуру, кабанов, оленей, леопардов, змей, черепах, птиц и т.д. В море могут ловить рыбу, в том числе акул и других морских животных. Грибнистый крокодил обладает самым мощным укусом среди всех наземных животных, что практически не оставляет шансов на выживание атакованной жертве. Грибнистый крокодил во время охоты затаивается в воде у берега, выставив над водой лишь глаза и ноздри. Когда же жертва приближается, хищник совершает прыжок с открытой пастью, захлопывая ее на теле жертвы. Нельзя не упомянуть тот факт, что грибнистый крокодил представляет большую опасность и для человека. Случаи нападения на людей нередки и, конечно же, часто они заканчиваются плачевно. Взрослые крокодилы не боятся человека и часто рассматривают его как добычу. Именно этот вид называют крокодилом-людоедом. Другой претендент на звание самого опасного хищника на планете — нильский крокодил, про него тоже есть ролик, сравним с грибнистым по размерам, но заметно проигрывает ему в агрессивности. Во время брачного периода, который происходит в сезон дождей с ноября по март, самцы становятся очень агрессивными и часто устраивают настоящие бойни, прямо как в супергеройских комиксах. Самая сильная Годзилла получает право на продолжение рода, после чего крокодилиха уходит строить подобие гнезда из растительности и грязи, приподнимая его над землей для защиты от затопления, и откладывает в него около 50 яиц. Примерно через три месяца, услышав писк вылупившихся крокодильчиков, самка откапывает гнездо и помогает детенышам добраться до воды, где они проживут около 70 лет. Популяция грибнистых крокодилов в некоторых регионах сильно сократилась из-за преобразования прибрежных ландшафтов и прямого истребления со стороны людей. В целом их численность находится на стабильном уровне, и пока мы все еще живем с крупными монстрами в одно время. Кстати, в доисторические времена существовали гигантские крокодилы, которые были как минимум в два раза больше грибнистых и даже питались динозаврами. Сделать про них ролик напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова